Хлебная площадь У нас в доме есть маленькие дети, внуки, которым погулять негде. Они выходят сейчас сюда с колясками, на велосипедиках с родителями. Было бы неплохо, конечно, для детей, если бы сделали детскую площадку. Детей у нас достаточники, для одного дома это много. Было бы неплохо. Школьники младшего класса, я считаю, это тоже дети. Они бы сюда с удовольствием вышли бы поиграть, побегать. Все-таки скверики очень хорошо. У нас есть пенсионеры, вышли, посидели бы на лавочке. Узнав о федеральной программе, формирование комфортной городской среды, активные местные жители решили принять в ней участие. Для этого они создали свой дизайн-проект. Так пространство попало в шорт-лист рейтингового голосования. А пока территорию будущего сквера содержат в чистоте и порядке. Основной мусор мы бы убрали. Ну вот остальное, что делать, как благоустроить? Просто силами одних жителей мы это не одолеем, конечно. А потом, в общем-то, ждем, когда у нас вот эта вот программа реализуется. Комфортная городская среда. Мы по голосованию третий год входим в двадцатку территорий. На 22-й год надеемся на победу. По проекту здесь предусмотрены пешеходные и велодорожки с парковками, фонари, малые архитектурные формы, детская и спортплощадки, арт-объекты. Старые деревья приведут в порядок и высадят новые. Появятся кустарники, а также цветочные клумбы. Курировать проект согласилась директор третьей гимназии Светлана Ильина. Представитель городской общественной палаты уверена, новый сквер станет непременно одним из популярнейших мест отдыха самарцев и гостей мегаполиса. Можно было проводить какие-то мероприятия, в том числе для района мероприятия, чтобы зимой можно было здесь кататься на лыжах, чтобы летом можно было здесь гулять и чтобы это место стало центром притяжения экскурсионных маршрутов, групп, потому что всегда же интересно, откуда начинался развиваться город. И мне кажется, это могло бы стать достопримечательностью нашего города. Благодаря активности жителей будущий сквер на Хлебной площади попал в топ-19 общественных пространств, которые примут участие в голосовании за благоустройство. Высказать свое мнение по этому вопросу можно до 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру и в общественных пунктах голосования. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин